10 органов здравоохранения и общественных организаций по организации палиативной помощи детям. Саратов является одним из лидеров развития палиативной помощи в регионе. Палиативная помощь это одно из очень важных направлений, которые получили возникновение в стране. И государство уделяет очень большое внимание, уделяет дополнительные средства. Детский хоспис в Саратове открылся в 2016 году. И он оказывает помощь жителям не только проживающих в Саратове, но и во всей области. Сегодня мы собрались здесь не только поговорить о том, как наложено взаимодействие с органами здравоохранения и общественными организациями, но мы сегодня для того, чтобы развала своюездная палиативная служба, подарим автомашину, на которой будут ездить и врачи, и психологи, и социальные работники, и улучшать пациентов. Я считаю, что это очень важный делок сегодня. Следует отметить, что за три года развития палиативной помощи мы увеличили коечную мощь системную стационарную в два раза. И имеющееся отделение на сегодняшний день удовлетворяет потребности жителей всей области, именно детского населения. И мы с вами, когда проходили по отделению и задавали вопрос с вами Александром, откуда находятся пациенты, мы услышали, что это и Базарные, и Новые Бурасы, и Энгельский район откуда-то, и Федоровский район. То есть это представлена вся область. Поэтому отделение имеет очень большое значение. Но функции хосписа или палиативной помощи оказывает это аналогичные понятия. Это отделение находится в структуре Энгельской детской больницы. И мы так избрали, что здесь имелись свободные площади. И за счет структурных преобразований, которые проводились, замещение педиатрических койк, мы открыли эти койки, имеющие особое значение. Конечно, несчастье в семьях, когда имеются такие дети. Но, знаете, родители настолько любят своих детей, любого ребенка, любая мама, когда мы родимся, она говорит, а у меня счастье такое. Понимаете, поэтому, да, мы всем сопереживаем с ними вместе, но считаем, что это открытие и принятие государством таких больших мер по развитию палиативной помощи, это действительно со стороны государства принимаются меры. В 2018-2018 году были внесены изменения в законодательство, да, и то есть появилось понятие палиативной помощи, то есть на законодательном уровне. И, соответственно, плюс дополнительные финансирования. Мы уже в текущем году, второй год, получаем денежные средства на развитие палиативной помощи. Они будут и на следующий год. Мы за счет средств федерального бюджета смогли оснастить каждую койку, а таких койк у нас уже более 600, они и для взрослого населения, и для детского. Койки носят название и койки сестринского ухода, и палиативные койки. Соответственно, каждая койка имеет соответствующее оснащение по нормативу, и мы смогли приобрести и аппараты искусственной вентиляции у легких, и концентратор кислорода, и отсасыватели. И вот в каждом отделении, где мы с вами увидели, это и каталки, и кресла, и средства по уходу за пациентами, ну и, соответственно, и от родственников имеются положительные отзывы. То есть, невзирая на то, что это отделение находится на территории Энгельса, тем не менее, вот мама подтвердила, что они знают, куда надо ехать из района, и их доставляют именно в это отделение. Мы благодарны и Александру, что он на сегодняшний день со своей командой прибыл в Саратовскую область и дали положительную оценку развития. Но мы еще только в начале пути находимся в развитии именно палиативной помощи. К сожалению, есть ряд пациентов, которые в этом нуждаются. Это пациенты и с онкологическими заболеваниями, пациенты с расстройствами центральной нервной системы. И такова помощь нужна и как пациентам, так и близким. Потому что нередко близкие, когда годами ухаживают за кем-то из своих близких родственников, они, конечно, должны иметь какую-то передышку. В том числе, если не нуждается непосредственно в каком-то оказании, допустим, пневмонии появляется, при наличии пневмонии пациент будет все равно госпитализироваться на профильной койку, не палиативная. А кому-то надо оказать помощь, допустим, близкие родственники, получить лечение какое-то, куда-то уехать. Соответственно, мы всегда предоставляем такую возможность госпитализации пациентам, палиативную помощь и близкие. То есть заботу по уходу за пациентом берет на себя медицинская организация. Но не ограничивается нахождение близких в отделении. Мы считаем, что это положительный момент, потому что, ну, и дети, они особенно чувствительны, чтобы находился рядом или мама, или папа, кто-то близкий, бабушки. Поэтому условие создано, потому что выделено отдельное место в палате. Но вы видели, что условия вполне достойные для того, чтобы нужно было, невзирая на то, что это медицинская организация. Поэтому сегодняшнее наше мероприятие продолжается. Сейчас мы с вами посетили отделение, а далее мы перенесим для проведения круглого стола. И мы уже в более широком сообществе и медицинском, и общественных организациях обсудим проблемные вопросы. Конечно, будет какая-то выработка предложений. Но вот в данном случае отец Александр уже сказал, что они оказывают благотворительную помощь и для развития выездной службы. Поэтому слова благодарности большие. Это уже повторный стип. Мы уже получали одно из отделений палиативной помощи. Уже получила для выездной службы такой автомобиль, то есть санитарный транспорт, который используется на сегодняшний день на территории города Саратов.